МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди проголосовали. 10 сентября в Котельническом районе прошли до выбора депутата в областное законодательное собрание от округа. Кто лидировал в гонке кандидатов? Об этом я не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите ДАВИЧ. Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. 11 аварий за три дня. Инспекторы ГИБДД подвели итоги выходных. Большая часть ДТП зафиксирована в областном центре. Сколько человек в них пострадало? Рано утром, в первый день недели, кировских автомобилистов проверяли прямо в центре города. Инспекторы в день трезвости провели рейд по пьяным водителям. Удалось ли найти нарушителей? В Орловском районе у пьяного водителя забрали машину. Молодой человек не раз садился нетрезвым за роль. Какое наказание он получил за содеянное? Кировского спасателя внесли в список лучших по стране. Он выиграл престижный конкурс мастерства по тушению лесных пожаров. Как проходило состязание? Выборы состоялись. 10 сентября в единый день голосования на территории Кировской области прошли 10 избирательных кампаний и 6 местных референдумов. Галочку в бюллетенях поставили больше 45 тысяч человек. Люди, к примеру, выбирали областного депутата в законодательное собрание от Котельнического района. По предварительным подсчетам, больше всего голосов набрал кандидат Александр Чиликин. Средняя явка по региону составила 28,5%. Как сообщили в избирательной комиссии, нарушений закона в ходе выборов не зарегистрировано. В ночь с субботы на воскресенье поездка 18-летнего кировчанина обернулась травмами и разбитой машиной. Молодой человек за рулем «Лады» 15-й модели не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на улице Пролетарской областного центра у дом номер 15. Еще одна авария произошла 8 сентября в 11.50 в Оречевском районе на трассе в Советск. Там столкнулись сразу три автомобиля – УАЗ и две ИСУЗУ. Водители и пассажиры отечественного внедорожника получили травмы. Эти ДТП пополнили аварийную статистику госавтоинспекции за пятницу и выходные дни. Всего на территории региона зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В городе произошло 11 автомобильных аварий, в которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести. В городе Кирове были травмированы 9 человек. В районах Кировской области в автомобильных авариях травмы получили еще 6 человек. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за выходные дни пресекли 446 нарушений правил дорожного движения. Тем временем на дорогах региона продолжают следить за состоянием автомобилистов. 33 водителя в минувшие выходные проверку на трезвость не прошли и пополнили список нарушителей. А сегодня, во Всероссийский день трезвости, в Кирове прошла профилактическая акция. Ее участниками стали десятки жителей областного центра и наша съемочная группа. Доброе утро. Старший инспектор ДПС Старшинного полиции Соболина Александрович. Водительское установление документов на машину страховой полиции САГО, пожалуйста. Проверка документов, а после добро пожаловать в машину к врачу-наркологу. Если, конечно, автомобилист вызвал подозрения у инспектора ГИБДД. Все водители, которые оказались сегодня на Театральной площади, стали участниками акции «Мы за трезвое вождение». Пьяный водитель представляет угрозу для других участников дорожного движения. За употребление алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия водителю грозит аналогичная ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к жителям региона и участникам дорожного движения и напоминают о необходимости при виде водителей с признаками опьянения незамедлительно передавать информацию в подразделения полиции. У автомобилистов проверили документы, рассказали о том, что пьяным за руль садиться запрещено, а также напомнили об ответственности. За это нарушение могут лишить прав на срок от полутора до двух лет и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Чтобы исключить все сомнения насчет состояния водителя, инспекторам на месте помогают врачи-наркологи. А вот как проводится сама процедура. В одноразовый мучшпук мы проводим забор пробы выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя. После этого мы оцениваем несколько проб, которые говорят о том, что есть признаки опьянения, либо нет признаки опьянения, в том числе координационные пробы, пробы на внимание. Обмануть нарколога не получится. В передвижном пункте медосвидетельствования все четко. Если водитель, например, не выдыхает, а вдыхает, или пришел со своей баночкой, утверждая, что это анализ, а такое тоже бывает, врач просит сдать заново, чтобы исключить фальсификацию на содержание психотропных и наркотических веществ. После этого составляется акт, где прописано трезв, водитель или пьян. Впрочем, помочь сократить количество аварий может каждый. В ГИБДД просят не оставаться в стороне и при виде пьяного водителя сразу сообщать об этом в полицию. Купил машину и отдал ее через неделю. В Орловском районе в суде конфисковали автомобиль 22-летнего молодого человека. Его поймали пьяным за рулем ВАЗ-2108 на трассе «Вятка» еще в марте этого года. При проверке инспекторы выяснили, мужчина не первый раз позволяет себе пьяную езду. Суд назначил нарушителю наказания 200 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили водительских прав на два года. Позже стало известно, ту самую восьмерку он купил всего за неделю до того, как попался инспектором нетрезвым. Автомобиль правонарушителя в момент совершения указанного преступления находился в собственности подсудимого. При таких обстоятельствах суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры, обоснованно применил положение статьи 104 прим Уголовного кодекса России и конфисковал, то есть обратил в доход государства автомобиль правонарушителя. Кировский лесной пожарный в десятке лучших специалист Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов Роман Гребнев принял участие в девятом профессиональном конкурсе России и Республики Беларусь «Лучший лесной пожарный 2023 года». В этом году конкурс продолжался четыре дня и включал три этапа – спортивное многоборье, ориентирование в лесном массиве и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов и демонстрацией умений использования основных ручных инструментов тушения лесных пожаров. Строгая жюри оценивала не только скорость выполнения заданий, но и точность для мельчайших деталей. По результатам конкурса кировчанин Роман Гребнев включен в «Золотой резерв лучших лесных пожарных 2023 года». Я за все соревнования, чтобы, как бы сказать, быть крепкими, стержень, чтобы было к чему стремиться. А так, всем здоровья. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть интересные новости, присылайте их нам. Номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите «Новости бизнеса», а после программу «Объясняю популярно». А у меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До встречи. На экране монитора в автобусе номер 87 крутится ролик с анонсом программы на Девятка ТВ «Главный за». Пассажиры с интересом следят за изображением. По статистике, каждый второй кировчанин пользуется общественным транспортом. Среднее время в пути составляет 53 минуты. Бывает, и в пробке постоишь. Скоротать время ожидания помогают интересные и полезные ролики. Центр занятости, ведущие предприятия города, малый бизнес размещают актуальные вакансии. Предприниматели демонстрируют свои товары и услуги. Для желающих оставаться в курсе последних происшествий транслируются новости, а также анонсы гастролей. Очень интересно смотреть некоторые информации, может быть, незнакомые и узнаешь что-то новое. Есть викторины, где находится что в России, и информация об афишах, что проходит в Кирове. Ну, некоторые смотрят, где-то, может, и работу увидят, рекламу какую-то полезную. Я видела спортивные новости. Очень хорошая реклама есть, и можно где-то купить юбку или брюки. Может быть, что-то уже сходили и по наводке купили, но присмотрела. К слову, видеореклама в транспорте – современный и, главное, эффективный способ для поиска клиентов и сотрудников. Ведь это прямой контакт с аудиторией, отметили в рекламном агентстве «Патрон». Сейчас по Кирову курсируют более 160 автобусов с установленными внутри мониторами. Среди популярных маршрутов – единица, двойка, 46-й, 54-й, 87-й и другие. Всего 18 направлений, которые охватывают все районы города, а также пригород.